Прощай закон Савченко. С сегодняшнего дня эта норма больше не действительно решение об отмене подписал президент Порошенко. Я напомню, каждый день пребывания в СИЗО закон приравнивал к двум дням основного заключения. В результате на свободу вышли более 8 тысяч человек. Свыше 10% из них вновь совершили преступление, в том числе и убийство, и снова вернулись в тюрьму. Тем временем Европейский комитет обеспокоен соблюдением прав человека в местах заключения в Украине, а вчера из уст бывшего главы пенитенциарной службы прозвучали претензии в адрес министра юстиции. Почему Сергей Ставинки считает, что Минюст просто пиарится на псевдореформе? Разбирались наши корреспонденты. В Совете ЕС стревожены уровнем насилия в украинских тюрьмах и СИЗО. В отчете Европейского комитета против пыток, вышедшем на этой неделе, говорится о массовых фактах избиения заключенных правоохранителями. В частности, речь идет о подщеченных пинках, ударах с применением дубинок и бутылок с водой. Отмечают и резкий рост уровня насилия между самими заключенными. А условия с содержанием наших СИЗО в Европе и вовсе называют ужасающими. На первое место вышли причины смертности неприродные. Это убийство, передозывание наркотиков и самогубство. Это очень страшные факты, которые говорят о том, что на сегодняшний день контроль каких-то администраций или влияние администрации на какие-то процессы перевыкновения, психологической помощи или другого влияния какой-то помощи засуденным, он вообще отсутствует. Отчет Комитета против пыток Совета Европы. Самый жесткий за последние годы, говорит бывший глава государственной пенитенциарной службы. По мнению Сергея Старенького, причина в провальной политике Минюста, который теперь выполняет функции ликвидированной пенитенциарной службы. В Минюсте проблемы признают. Отмечают, что за это время удалось лишь провести ремонт в блоке для отбывающих пожизненное заключение в колонии в Харьковской области, а планы реконструкции следственных изоляторов правительство и вовсе утвердило лишь недавно. Система реально хвора. Ликовать ее нужно вытратить не один день и не один год. Это тоже большая кропотная работа. Сбудить новое помещение, например, СИЗО, это очень сложный инженерный объект. На это уйдет не один год. Реформировать систему предварительного содержания и отбывания наказаний еще в 2014 году лично обещал министр Павел Петренко. Тем временем в Европейском суде по правам человека растет количество исков от украинских заключенных. Только за прошедшие три года их число увеличилось в три раза. Если так будет и дальше, это может грозить Украине не только пятнами на имидже в Европе, но и санкциями. Алексей Пшимыски, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.